В год экологии Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области решило приобщить жителей региона к проблемам природы, родного края и здоровья. На два дня парк на улице Королева превратился в площадку палаточного отдыха, мастер-классов, лекций, квестов и конкурсов, привлекающих молодежь к активному и здоровому образу жизни. В рамках работы фестиваля технологий, экопродукции и услуг для гармоничной жизни «Экосезон» развернулся форум «Экофест-пикник». Подобное мероприятие направлено на то, чтобы молодежь развернуть в сторону каких-то действительно общепринятых человеческих понятий. Я думаю, что бережное отношение к природе, наверное, это основное понятие, которое мы должны воспитывать такими мероприятиями, такими событиями, которые сегодня происходят. И очень приятно, что откликнулись многие наши партнеры, которые сегодня представили свою экологическую продукцию и технологии, в сфере развития которой проводится большой конкурс, в котором будут выявлены наиболее интересные проекты, которые получат свою финансовую поддержку. Одной из самых мощно представленных на площадке форума тем стали вопросы организации туризма. Для всех желающих узнать, где и как можно отдохнуть с палаткой и гитарой у костра на просторах Омской области, работала выставка «Детский и молодежный палаточный отдых», где специалисты молодежной сферы разных районов области рассказали о своих слетах и иных мероприятиях. У нас на территории района очень хорошо развит детский и молодежный палаточный отдых, и мы сегодня хотим его вот здесь презентовать, чтобы этим заинтересовались и жители города, и все, кто придет сегодня на экофест. У нас проходят и походы для тех, кто совсем еще маленький, и для молодежи у нас от 16 до 30 лет мы приглашаем молодежь на слет активной и талантливой молодежи за нами в будущее. Сначала мы встегиваем верхний грудной карабин, обязательно в таком порядке, и только потом ножной. Все. Продолжали тему туризма мастер-классы, где каждый мог попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий, научиться держаться на канатной дороге, а также пользоваться всей необходимой амуницией. И, конечно, помимо новых знаний, каждый мог получить здесь незабываемые ощущения и свою порцию адреналина. Я узнала, как правильно проходить. Мне понравилось, когда я висела кверху, меня подцепили целиком. Как бы это было довольно... Ну, ни разу не пробовала, если честно. Как бы мне понравилось очень сильно. Познакомиться с достопримечательностями и красотами родного края гостям эко-пикника предложили в активной форме. Их ждал геоквест. А, держи, держи, держи! Разделившись на команды, любители приключений отправились на поиски новых знаний и умений. Мы искали всевозможные подсказки, мы находили указания того, какие этапы мы проходили на все возможные экологические мероприятия по Омской области. Мы узнали, какие реки, озера, мы узнали, как выглядит все это с космоса, как переименовывать именованный численный маршрут. Было очень интересно. Мы работали как команда. И мы показали очень хорошо, что мы победили. Центральным же событием двух омских эко-дней стал конкурс молодежных проектов. Его участники озвучили немало интересных предложений по защите природы родного края. Авторы пяти самых сильных, по мнению компетентного жюри работ, получили гранты на общую сумму 100 тысяч рублей. Лучшим же был признан проект «Разработка маршрута и оформление экологической тропы на территории поселка Большеречи». Представившая его Ольга Шевикова удостоилась премии в размере 32 тысячи рублей, которая поможет ей воплотить свою идею в жизнь. Мой проект посвящен разработке экологической тропы. Она будет находиться в трех парковых зонах. Это Кедровая роща, Дендропарк и Парк Победы. Они являются уникальными для нашей местности, так как там произрастают те растения и деревья, которых они нетипичны для нашей местности. И они на данный момент еще не входят в охранную зону. И поэтому мой проект посвящен тому, чтобы данные насаждения охранялись, восстанавливались и облагораживались. Будет такой мир, когда наши дети и внуки не увидят растений, даже дерева. Ну, то есть это уже страшно немного, поэтому нужно сохранять то, что мы имеем и жить в этом гармонии. Также в рамках крупного экологического праздника можно было размять мышцы на утренней зарядке или мастер-классе по йоге. Разминка для ума на Экофесте тоже предполагалась и, разумеется, взывала к экологической эрудиции участников. Омский молодежный центр «Химик» подготовил интерактив-пати с весьма хитрыми вопросами. Обилие новой информации и ярких развлечений в рамках одной площадки оставили неизгладимое впечатление у всех участников. Экофест-пикник стал ярким и здоровым завершением лета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова